МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без перерыва что обсуждали депутаты парламента в первый день работы сразу после обращения президента к казахстанцам? И здравствуй, школа! Сотни тысяч учеников по всей стране сегодня сели за школьные парты. Об этом и другом через несколько секунд. Ну и начнем мы, пожалуй, с главного события дня. Повысить минимальную заработную плату, создать отдельные министерства водных ресурсов и транспорта, а также укрепить оборонно-промышленный комплекс нашей республики и развивать промышленность, производство и АПК. Об этом и обо всем не только в своем послании рассказал глава нашего государства. И в целом президентом страны представлена новая модель экономического развития Казахстана. Какие еще поручения и задачи поставил Хасамжумар Токаев, знает моя коллега Назамбульку Маспаева. Ежегодное послание народу в день открытия сессии парламента уже стало традицией, как отметил сам президент, традицией, имеющей особый смысл. Потому как здесь собираются представители всех ветвей власти, которым предстоит работать над его исполнением. Выступление главы государства было направлено на построение нового экономического курса справедливого Казахстана. Одна из самых важных задач на сегодня – формирование прочного промышленного каркаса страны и развитие обрабатывающего сектора. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефти, газа и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела. Таким образом, государство совместно с крупными предприятиями должно замкнуть производственный цикл в стране. Обрабатывающий промышленности нужно получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам, отметил президент. Далее он затронул вопрос защиты внутреннего рынка. На протекционистскую промышленную политику перешли даже развитые государства. В Казахстане же по классификации ВТО уровень защиты внутреннего рынка считается низким. Применяется всего 128 нетарифных мер. Поэтому нам нужны новые смелые подходы в торговой политике. Государство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира. Она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса. А в добывающей промышленности не снижать темпы, так как этот сектор является надежным источником роста национальной экономики. Кроме этого, не забывать про экологию и безопасность труда. Отдельного внимания требует и геологоразведка. Глава государства поручил в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горно-орудным сектором. В том числе привлекать крупные частные инвестиции в эту отрасль, взамен освободить бизнесменов от уплаты налогов и других обязательных платежей в первые три года. Задача правительства довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров. Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежек редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в новую нефть. Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира. Еще одна стратегическая цель страны – это стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. И это невозможно без переработки и производства готовой продукции, отметил глава государства. Без алдавы ушел и шиндея. Задача в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку. В приоритете должны быть перспективные для нас направления – глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показательный пример североказахстанской области, где возводится более ста крупных молочно-товарных ферм. Также развивает сельское хозяйство и агронауку. Президент считает, что без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться. Отдельно глава государства остановился на проблемах в энерго, тепло и водоснабжении. Как отметил Касымжумар Тукаев, Казахстан не должен импортировать электроэнергию, быть зависим от соседних стран. Поэтому над этим вопросом нужна большая работа. А водные ресурсы имеют не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Поэтому развитием водохозяйственной системы, по мнению президента, должно заниматься самостоятельное ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации. В целом, потребуется существенное материальное и, самое главное, кадровое усиление всей отрасли. Нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии. Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации, поручая правительству всесторонне проработать данный вопрос соседними государствами. Глава государства высказался и о строительстве АЭС. Президент считает, что этот вопрос должен решаться на общенациональном референдуме. В числе других поручений вернуть Министерство транспорта, которое будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры, и ускорить работу по строительству газоперерабатывающих заводов. При этом газ должен продаваться по доступным ценам. Кроме того, в планах Касымжумарта-Тукаева превратить Казахстан в IT-державу и развивать туризм. Еще одна важная новость. С 1 января следующего года размер минимальной заработной платы повысится до 85 тысяч тенге. Народ ждет конкретных решений. В таком положении наша экономика оставаться больше не может. Поэтому сегодня глава государства четко изложил свое видение на новую экономическую модель страны, которая должна работать как на страну в целом, так и на каждого казахстанца по отдельности. Все предложения и поручения президента должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана. А вот задача правительства и парламента сделать все для реализации всех запланированных задач. Причем в течение трех лет. На Замгульком Испаева, Айдос Медельбеков при поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар. И сегодня же глава нашего государства подписал указ о создании новых министерств. Это Министерство водных ресурсов и ирригации, Министерство транспорта, Министерство туризма и спорта, Министерство культуры и информации и Министерство промышленности и строительства. И кроме того, глава государства поручил дифференцировать поддержку оказываемую финансовыми институтами. Новая экономическая модель развития требует реформ в банковской сфере. Фокус внимания, по словам Касамжумар Татукаева, должен быть смещен с областных центров на районы, моногорода и села. Для этого президент поручил перезагрузить деятельность от Басыбанка, а также открыть в Казахстане подразделения трех зарубежных банков. Такое решение повысит конкуренцию в этой сфере и расширит возможности финансирования разных секторов экономики. При этом глава государства отметил, что предприниматели не должны превращаться в кредитные пылесосы. Взамен на выгодные условия они должны предлагать качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию экономики. Это прежде всего конкуренция, доступность финансовых ресурсов, появление новых возможностей для финансирования экономики. Они на таком же уровне, как и для казахстанских банков. То есть им необходимо будет, это не так, что они какие-то там особые условия будут. Они должны выполнять все необходимые требования по капиталу, по выполнению нормативов, которые мы устанавливаем. Теперь соотечественники могут установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя. Для этого им необходимо подать заявку в мобильном приложении или на портале egov.kz. Ограничение на оформление займов устанавливается на полгода и по истечении срока снимается автоматически. Также снять запрет можно самостоятельно в любое время. Финансовые организации, у которых физические лица брали кредиты, будут оповещаться о наложенном клиентам запрете на выдачу займов. Ну и отметим, что такое вот решение принято в связи с участившимися случаями мошенничества в отношении казахстанцев. Сегодня в мобильном приложении egov.mobile и на портале egov.kz мы запустили сервис для подачи заявки на запрет выдачи кредитов и оформления займов. Это означает, что мы помогаем нашим гражданам оградить себя от мошеннических действий. Тем самым мошенники не смогут незаконным путем на вас оформить займ. И сразу же после обращения Хасамжумар Татукаева в Мажелисе и Сенате прошли первые пленарные заседания. Депутаты обсудили ключевые месседжи, озвученные президентом в послании. Для их исполнения парламентариям предстоит проделать большую законотворческую работу. В частности, депутаты рассмотрят ряд поправок, в том числе о защите прав потребителей, трансфертах из Национального фонда, республиканском бюджете и по вопросам общественных объединений. Глава государства обозначил четкие и конкретные меры по дальнейшей диверсификации экономики. Все предложенные меры будут способствовать сбалансированному и качественному развитию нашей страны. Сенат парламента готов к активной работе по законодательному обеспечению, посланию и предложенных реформ. Президент дал ответы на все насущные проблемы наших граждан. Настоящим примером заботы государства стало поручение о социальной поддержке людей, работающих во вредных условиях труда. Качество жизни населения напрямую связано с ростом экономики. И у нашего государства есть все условия, чтобы совершить новый экономический прорыв. Можилист становится главной диалоговой площадкой, где открыто обсуждаются все предложенные в послании инициативы. Мы должны не сбавлять этот темп и упорно работать дальше. К 2040 году дефицит воды в нашей стране может достичь 12, а то и 15 миллиардов кубических метров. Об этом в послании сообщил глава государства. Наша страна зависит от ресурсов, трансграничных водных источников. Поэтому возникает необходимость ее экономии в сельском хозяйстве. Вот, например, чтобы не сокращать посевные площади, в Жамбылской области планируют построить 3 крупных и 11 малых водохранилищ. Фермеры применяют на полях водосберегающие технологии системы капельного и дождевального орошения, установленные на 57 тысячах гектарах земель. Ну и помимо этого, чтобы снизить показатели дефицита поливной воды, за три года в регионе запланировали прорубить почти 700 скважин. Из них 103 уже используют. Но чтобы продолжить такую работу в таком вот направлении, необходимо провести исследование на наличие подземных вод. В нашем регионе можно использовать до 600 миллионов кубометров подземных вод. Это данные исследований, которые проводили еще 40-45 лет назад. Исследовательскому институту необходимо провести их снова, чтобы получить точную информацию. Мы должны знать, на сколько гектаров хватит воды и какой объем имеется у нас. Большинство фермеров Костанайской области работают на изнушенной технике. Согласно официальной статистике, 76% основных сельхозмашин эксплуатируются уже более 10 лет. И это напрямую сказывается на производительности труда. Костанайские аграрии пытаются обновлять свой парк, делают это самостоятельно или с помощью государства. За последние пять лет в регионе увеличилось количество приобретаемой сельхозтехники, но темпы не так высоки. Например, в этом году в области намерены обновить 3 с небольшим процента от общего количества единиц. В рамках выполнения поставленных главой государства задач в послании, мы планируем в течение 3-4 лет довести показатели изношенности машинно-трактного парка, снизить до 60%. Ну вот что думают о новом послании президента рядовые казахстанцы? Какие месседжи их заинтересовали больше всего, предлагаем послушать. Я очень обрадовалась, что откроется Министерство водных ресурсов. Я надеюсь, что открытием этого министерства решатся проблемы с водой. Не только в городе Астане, по всему Казахстану. Я поддерживаю созданное водное министерство, потому что у нас сейчас нехватка питьевой воды. И, конечно, это очень важный момент для здоровой жизни. Хотя через референдум решат вот это построить, вот эта атомная станция. Ну это правильный шаг, мне кажется, так. Со всеми надо согласоваться, мне кажется, так. Это просто глобальный вопрос. Мне особо понравилось то, что сказали, именно мы должны сделать упор, чтобы у детей было счастливое детство и ужесточить любые наказания касательно детей. Я поддерживаю. Если объективным, то страна уже идет к улучшению. Продолжаем выпуск. Сегодня казахстанцы отмечают День знаний. С началом учебного года учителей и школьников на своей странице в Инстаграме поздравил глава государства. В этот день по республике открылись более 30 новых школ в общей сложности на 55 тысяч ученических мест. Например, в городе Хоше распахнула свои двери первая комфортная школа. Она была построена за один лишь год на частные инвестиции и безвозмездно передана государству. Открытие образовательного учреждения позволит решить проблему трехсменного обучения в городе. Министр просвещения принял участие в первой линейке учебного заведения и отметил, что школа полностью соответствует современным стандартам. Кабинеты оснащены новыми технологиями, а на территории есть современные площадки для спортивных игр. В конце этого года по стране откроются 154 школы. Из них 34 распахнули свои двери сегодня. У нас насчитывается порядка 200 трехсменных и аварийных школ. Сейчас мы решили проблему 12 объектов, которые находятся в аварийном состоянии. Десятки новых школ распахнули свои двери в День знаний и в других наших регионах страны. Вот только в одной Акмолинской области сегодня открылись 5 школ и один учебный корпус. Это позволит снизить дефицит ученических мест и снять проблему трехсменного обучения. О том, какие новые учебные заведения появились в регионах, расскажет наш корреспондент Аслан Абуталипов. Семилетний Ислам сегодня впервые переступает порог школы. Первоклассник теперь будет получать знания в новом учебно-воспитательном комплексе. Он, как и сотни других детей, вместе с родителями с нетерпением ждал, когда в их микрорайоне откроют школу, строительство которой затянулось почти на 7 лет. Поэтому первый звонок в новом учебном заведении стал для местных жителей по-настоящему долгожданным событием. Очень рада, что мой сын впервые переступает порог новой школы. Мы долго ждали, когда она откроется в нашем новом микрорайоне. Приятно, что все дети будут получать знания в светлой и просторной школе. Для детей созданы все условия. Это удобные кабинеты, уклон на IT-направления и современные технологии. Других своих детей тоже отдам в эту школу. 20 новых школ распахнут свои двери до конца года в Туркестанской области. Открытие большинства из них приурочили ко дню знаний. Впервые прозвенел звонок в школе на 150 мест сели Янбихши Тулькубасского района. Учебные заведения оснащены 13 современными учебными кабинетами с лингофонным и мультимедийным оборудованием. Также для детей предусмотрены творческие мастерские, библиотека и спортивный зал. Мы рады, что в нашем маленьком селе появилась такая школа. Об этом мы давно мечтали. Надеемся, что теперь здесь получим достойные знания и воспитание. Школа в селе Хальпе была построена больше полувека назад. Сельчане долгие годы ждали, когда ее капитально отремонтируют. На реконструкцию здания ушло больше полутора миллиарда тенге бюджетных средств. В школе также обновили материально-техническую базу. При учебном заведении открыли мини-центры и детский творческий центр. Наши дети теперь будут учиться на новых технологиях. Им будет легче обучаться, что-то знать. Интернет хорошо работает. Теперь классы такие белые, светлые. Прям новый. Не скажешь, что это только ремонт был, а прям как будто новый построили. Сегодня в области ЖТСУ свои двери для детей распахнули четыре новые школы. Еще столько же открылись после капитального ремонта. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко при поддержке собственных корреспондентов в регионах. Хабар. Ну и не остались без поздравлений. Сегодня с Днем Знаний также пациенты центра материнства и детства. В Астане их навестили министры просвещения и труда и социальной защиты населения. Здесь созданы все условия для обучения детей школьного возраста. Открытый при центре смарт-класс позволяет одновременно проходить лечение и обучаться школьной программе. Также предусмотрены сеансы терапии с помощью музыки, сказок, различных творческих игр и шахмат. Обучение проходят дети с 1 по 11 класс на двух языках. На сегодняшний день в нашем центре 46 учеников. Все они с разных регионов страны. И мы стараемся им помочь, чтобы они не отставали от школьной программы. Я работаю в Казахстане уже на протяжении 10 лет. И за эти годы я могу с уверенностью сказать, что был свидетелем существенных изменений и улучшений в части профессионального обучения и образования, ухода за пациентами, а также уровня оснащенности медицинским оборудованием. На следующей неделе мы ожидаем конференцию, которая будет проведена под эгидой Медицинского университета Астаны. Она будет посвящена текущему положению дел и новым подходам к профессиональному образованию персонала. Ну а в целом количество детей с особыми потребностями в нашей стране за последние 10 лет увеличилось вдвое. Сегодня их насчитывается более 100 тысяч. Это сравнимо с населением небольшого города. С чем связана такая вот тенденция роста? Как решают проблемы родители, особенных детей? И каким образом помогает им государство? Коллеги из отдела журналистских расследований попытались разобраться в этом вопросе. Все подробности в документальном фильме «Ограниченное будущее», которое выйдет в эфире в это воскресенье. 3 сентября в 21.40. Не пропустите. Тепличное хозяйство по выращиванию овощей создала жительница области Абай. Вместе с супругом женщина променяла жизнь в городе на небольшое село. Урожай предприниматели собирают три раза в год. Производительная мощность составляет тысячу килограммов в сутки. Асим Утешева расскажет. Мушахера Тулубаев народом из Шумкента. Работа в огороде воодушевляла ее с детства. Поэтому позже она начала изучать технологию – полив, правильный подбор удобрений и опыление. А семь лет назад решила создать свое дело. Выращиваем овощи, огурцы, помидоры, пекинские капуста. Все виды салата, зелени, все виды. Что нужно в ресторан, кафе, что для дома. Вот это все у нас есть. Мы не пичкаем всяких химикатов. Водой, чисто водой. В регионе это одна из самых больших теплиц. Сначала супружеская пара начинала выращивать овощи в четырех теплицах. За семь лет их количество выросло до сорока. Территория тепличного комплекса занимает 2 гектара. Это 80 соток земли. Ухаживают за растениями всей семьей. В прошлом году пришлось даже нанять пятерых рабочих. Условия здесь шикарные, так скажем. Все, 100% оплачивается. Также еще премии бывают. И так их свозят в город, поотдыхаем. Выращиваем для себя от души, собираем от души. Радуемся, когда вот это все цветет. Когда мы это все собираем, пашем, залово сеем. Так что хорошо здесь. Мы капусту первый год сажали. Ну, решили остановиться на зелене. Ну, потому что зелень выгоднее сейчас. В год два-три раза урожай возьмешь, а капусту один раз посадишь, до осени надо ждать. Мы вечером готовим весь товар. Утром такси приезжают, мы загрузим. И потом рабочие начинают. Кто огурцы собирает, кто зелень завязывает, смотря по заказу. Единственная проблема, с которой столкнулись предприниматели – нехватка воды. Для полива они вынуждены использовать питьевую воду, предназначенную для населения. Нам надо вода, чтобы у нас своя была скважина. Мы хотели, мы пытались, ну, спрашивая 20 миллионов. Ну, у меня нету такие деньги 20 миллионов. Я бы хотела, чтобы государство помогло. Этот вопрос знаем все. Неоднократно встречались с предпринимателем данной теплицы, проводили беседы по вопросу, что нехватки воды. Для решения данного вопроса предпринимателю было предложено произвести работы по устройству своей скважины, по программам дому, оформить кредиты на устройство скважины. Два года назад предпринимательница уже получила безвозвратный грант на приобретение оборудования для полива. В планах у женщины открыть цех для консервирования овощей. Асим Утешевым идет Мирханов, область Абай, Хабар. Такой была информационная неделя глазами моих коллег, редакции канала Хабар. Все новости есть на официальном сайте, в социальных сетях. Продолжение следует...